Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и, как вы знаете, выходные тут уж рядом, да, все будут тратить денежки и, может быть, вот, картошечка хочет заработать на вас. Да, у меня есть уже видосик про Кромвеля B, он выходил, правда, что там видео, ну, где-то месяца 4-5 назад я это делал. Всё-таки, не сказать, чтобы его там как-то поменяли, Кромвеля, но рандом, поверьте мне, изменился, изменились карты, то есть в HD, да, всё перевели. Какие изменения есть и сегодня я хочу вам донести свежую информацию. В прошлом видео я их там, можно так сказать, с Кромвелем сравнивал, сегодня я не буду сравнивать, сегодня я такой вектор своему видосу задам в том направлении, чтобы вот именно действительно ответить на тот вопрос, стоит ли его покупать вот именно сейчас, пока он здесь в продаже или нет. Ну, давайте перейдём к истории. Ну, так, не сказать, чтобы меня история рассмешила, но кое-какой фрагмент, вы сейчас тоже поймёте, немножко меня ввёл улыбку. Машина 7-й танковой дивизии, внимание, крысы пустыни. Ну, как бы, может, там, конечно, что-то это и обозначало, но вот такое название крысы пустыни, так, судя по нашей игре, послышь, скажешь, ну, там, наверное, блин, вся дивизия из ПТ-САУ состояла, в особенности из Е-25. Ну, короче, так, смешное кое-что здесь есть. Ну да ладно, получившие своё название за удачные действия в Северной Африке, ну, вот Е-25 там хорошо отвоевались, танки Кромвель дивизия получила в 1944 году, после возвращения в Великобританию. Именно они участвовали в высадке в Нормандию, дошли до Рейна и приняли участие в параде победы 7 сентября 1945 года в Берлине. Вот это очень важно, поэтому и название Кромвель Берлин, потому что данный танчик принимал участие в параде победы. Это, конечно, очень круто, за это можно сто ему поаплодировать. Вот, ну и перейдём к ТТХ. Тут уж нужно будет, конечно, на кое-каких параметрах остановиться поподробнее, для кого-то разъяснить, потому что могут некоторые неправильно меня понять. Что у нас здесь по орудию? Огневая мощь. Орудие 75-миллиметровая пушка у нас стоит, боекомфлект 64 снаряда. В принципе, неплохо. Разовый урон, конечно, ну не такой уж. Большой в 135, да? Да и бронепробитие, в принципе, тоже такое, в принципе, это слово, в принципе, мне уже аж надоело. Оно, ну, довольно-таки среднее, 145 миллиметров, да? 202 голдой пробивает, это очень неплохо, чего уж тут сказать. Даже восьмёрки можно пробивать, тоже и со третьего, за редким исключением лоб можно пробить. Но у нас просто калибр небольшой. Да, у нас здесь лютый ДПМ. Ну, представьте себе, на шестом уровне СТ имеет ДПМ 2100. Ну, как бы, вот я промутся, да, недавно виду, сделал там 1800 ДПМ, а здесь на 300 очков больше. Сами понимаете, то, что на шестом уровне это имбаймбой. Скоростерильных 15-38 выстрелов в минуту. И у нас также неплохая пушка по точности. Время сведения 2.3, ну, и разброс на 100 метров 0.36. Сами понимаете, что пушка, не сказать, что прямо вот сверх там точная, можно в лючки там с 350 метров кидать. Ну, иногда что-то выцелить на дальние расстояния, то, в принципе, на этом танке можно. Углы вертикальной наводки тоже неплохие. Пушка вниз опускается на 8 градусов и на 15 вверх. Ну, одно дело, она опускается, а другое дело, вам будут всё равно в башню напихивать. Как раз мы переходим к час брони и всё это разберём. Прочность у нас 750 единиц. Броня в корпусе 63 миллиметра спереди, 42 по бокам и 31 сзади. Ну, кромбель вообще ничего практически не отбивает бортом, ну, так сказать, корпусом, да. Он вообще ничего не танкует. Иногда что-то редко от башни отскочит. Почему редко? Потому что спереди 76 миллиметров. А так как у нас бронелистов башни под прямым укром, сами понимаете, то, что там нету никакого угла наклона. Поэтому броня такая же, как на бумаге 76, она и в игре такая. Если бы там были какие-то скосы или, допустим, там она бы закругленная была, тут уж по-другому, да, может, кромбель бы и играл от башни. А так он иногда что-то маской отобьёт, а во всех остальных случаях нифига. 63 по бокам башни, ну и 57 сзади. Поэтому у нас есть углы вертикальной наводки, но нету бронё в башне. Как играть? Нужно, ну, соответственно, выехать по-быстрому, да, башню выше нет, стрельнуть и уехать. Всё. Только так. Нельзя оставаться на одном и том же месте. Можно, может, там, башней мансить. Тут уж на что у вас руки запрограммированы. Вот. Переходим к мобильности. По мобильности танк у нас тоже довольно-таки неплохой. Я даже сказал, для СТ на шестом уровне он практически идеальный. Сейчас сами поймёте. Масса у нас в 28 тонн, мощность двигателя 650 лошадиных сил. Но это неплохо, да? Так у нас максималка получается 23 и 19 лошадиных сил на тонн. Но, блин, это, в принципе, уже удельная мощность лёгких танков. Да и максималка 64 вперёд и 20 назад. То есть, сами понимаете, что мы, даже на кромбеле Б на этом СТ, будем обгонять лёгкие танки шестого уровня, там, пятого, седьмого некоторые. Это, конечно же, круто. И скорость поворота с шасси 50 градусов в секунду. Это обозначает то, что танк и на месте, как бы, неплохо-то вертится. По незаметности, ну, тут показатели какие-то не очень хорошие. Незаметность стоит 14 и 43. Незаметность в движении чуть-чуть похуже на 4%, там, можно сказать. Незаметность в движении 10 и 84 составляет. Базовый обзор в 360 метров. И у нас ещё дальность связи 570 метров. Ну, как бы, это средние показатели. Что у нас по плюсам и минусам? Пушка однозначно в плюс. Да, может быть, невысокий разовый урон, там, пусть, не самое лучшее брюнь пробитие. Но голдой пробиваем хорошо, хороший ДПМ, пушка вполне точная и у ВН отличная. Поэтому пушка обязательно идёт в плюс. По живучести танк, конечно, идёт минус. Это танк, ну, можно так сказать, процентов 70-80 где-то не для новичков, хотя бывают всякие исключения. Потому что танк не прощает ошибок. Выехали раз на КВ-2, вы в ангаре. Выехали на другую бабаху, вы в ангаре. Подставились не туда, поставили вас на каток, разобрали. Поэтому этот танк не прощает ошибок. Вот в этом, конечно, его минус. Мобильность однозначно в плюс, мы, ну, просто Гарри Поттер на метле. Незаметность в плюс-минус и обзор в плюс-минус. Вот так вот. Пушка плюс-раз, живучесть минус по одному минусу. Мобильность плюс-два плюса, один минус. Незаметность туда и туда, получается, три плюса, два минуса. Ну, и наблюдение тоже самое. Четыре плюса и три минуса. Вот так, в принципе, танк неплохой. Но, если уж так разобраться по полной, то какие плюсы? Конечно, углы вертикальной наводки. Да, это может быть не 10, но 8 вполне годно на этом танке. Пушка склоняется очень хорошо. Также у нас, ну, просто отличная динамика, да. Что уж тут говорить. Мы не то, что Молния Маквин, мы Шумахер. Что у нас? И максималка, считай, 65. Удильная мощность хорошая. То есть, допустим, на Химмельсдорфе горку занять, там, первыми, да, стрелять кого-то. Это про нас, там, на тех же рудниках занять позицию, на штанах, там. То есть, мы, вот, действительно можем играть как ЛТ, когда не останется ЛТшек в команде, да. Иногда можно сыграть как ЛТ. Другое дело, обзор, конечно, не самый большой. Но, благодаря своей мобильности, можно быстро проехать, чтобы, по-моему, не успели стрельнуть. Вот так. Ну, прекраснейшее орудие. Отличный ДПМ, там, углы вертикальной наводки, я уже сказал. Тоже точность неплохая. Ну, и все. Вот такие плюсы. Какие минусы? Ну, конечно, у нас пушка вроде хорошая, но вот стабилизация подкачивает. Она не очень хорошая стабилизация здесь. Но, сами понимаете, если у нас слабая броня, то будут частые криты. Зависимость от арт... Ну, не то, что зависимость, а приоритет у артиллерии будет. Потому что, ну, если вы будете стоять рядом с каким-нибудь там бронированным машиной, ну, тачкой, да, какой-нибудь, так в кавычках можно сказать. То, естественно, стрельник по вам, потому что по вам шанс нанести больше урона гораздо возрастает, чем по какому-то бронированному там тяжу, допустим. Вот. Но это тоже, там, как артовод захочет. Следовательно, вот так же у нас будут частые криты, пожароопасность, там, что-то из строя будет выходить. Вас могут ваншить. Вот такие вот и минусы еще есть. Ну, и, в принципе, такие все, может быть, что еще можно здесь ответить? Да, по сути, все я разобрал. И плюсы, и минусы всем. Что на данный танк ставить, то я советую оставить досылатель, ибо ДПМ у вас 2-100, еще поставят досылатель и вентиль. Вентиль, это уже второй, да, расходник. То просто ДПМ вообще раскачать и будете аннигилировать абсолютно все. Ну, и так как у нас стабилизация не очень, все-таки поставить усиленные приводы наводки. Да, там не особо можно быть, вы там стабилизацию исправите, но будете быстрее сводиться, а следовательно, больше стрелять и больше наносить урона. Вот. Ну, и как на этом танке играть, то здесь, знаете, что-то среднее между ЛТ и СТ. То есть, как это понять? Вы не должны светить на этом танке. Если есть другие ЛТ, не обязательно на нем светить. Ну, иногда, если, допустим, вы там хотите 3 отметки взять или там какую-то ЛБЗ на свет выполняете, да, там, допустим, на Прохоровке выехать, по центру карты проехаться, там подсветить, арта откидает. Вы молодец, вам похлопают, в чате напишут, какой вы плохой и все остальное. Вот. А так можно играть, знаете, как ЛТ и СТ подобные. То есть, вы не светите, вы больше играете в дамагера. Вот действительно, это тот средний танк, который должен и может наносить урон. У него отличный ДПМ. То есть, с вашим ДПМом любую вообще восьмерку можно разобрать секунд за 40. Ну, конечно, при таком варианте, то, что вы каждым выстрелом будете пробивать и каждым выстрелом альфа будет вылетать, ну, не меньше 135, да, ваше стандартное. Сами понимаете то, что вы, оставшись один на один против даже ИСа третьего, допустим, да, на какой-нибудь открытой карте, поймая его в открытой местности, вы его разберете. Это нужно понимать. То, что этот танк действительно очень сильный. Когда видите этот танк в команде противника, всегда обращайте на него внимание, всегда следите за мини-картой, куда он двигается, как он ездит и как играет. Потому что этот танк может, вот, действительно принести вам беду, откуда, оттуда, точнее оттуда, откуда вы даже и не ждали, и не думали. Поэтому, если подвести итог и сказать, стоит ли покупать этот танк или нет, то мой совет, конечно, более-менее средним таким игрокам и опытным, да, покупайте этот танк, ну, действительно годный. Вот, сейчас Type 64 хороший, да, на шестом уровне, Кромвель Б, но, конечно, мне больше Руди по душе, мне, вот, больше Руди как-то душа лежит, не знаю почему. Там и Альфа, может, чуть побольше броня, чуть получше. Я не супер-пупер какой-то игрок. Но Кромвель тоже отличный вариант. Если вы новичок, то танк, ну, действительно не для вас. Вам будет сложновато, вас будет пробивать, вы не поймете, в чем фишка данного танка. Вот так вот, поэтому, если вы хотите что-то прикупить такое низкоуровневое, то вот сейчас Кромвель как раз будет для вас, кстати, танк очень-очень неплохой. Надеюсь, вы все поняли, не забываем подписываться на мой канал, большое спасибо за просмотр, также подпишитесь на группу, ну, пишите комментарии, ставьте лайки, я все читаю и, в мере необходимости, стараюсь на все отвечать. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok